Странные дела в западном Хунане Дядюшка Лун – опытный караванщик трупов, повидавший за свою жизнь много всего странного и удивительного. Но даже он не понимает, что делать с безголовым мертвецом в гробу, который выудил из реки его ученик Пин Ань. А вскоре после этого Лун и вовсе погибает при загадочных обстоятельствах. Пин Ань твердо решил разобраться в этой истории, в чем ему поможет детектив Чэнь Син, недавно прибывший в их город. Все следы ведут к секте Тайпин, последователи которой верят в реинкарнацию. Но прежде чем Пин Ань и Чэнь Син доберутся до правды, погибнет еще не один человек. Фольклорные триллеры и детективы, буквально взорвавшие рынок китайского онлайн-кино в 2022 году, к концу 2023 года успели стать общим местом и основательно поднадоесть даже самым преданным поклонникам азиатских страшных историй. Тем не менее, потенциал направления еще не вычерпан до дна. Новые проекты в этом жанре периодически добиваются приличных кассовых результатов, даже несмотря на то, что былой оригинальностью в них уже не пахнет от слова совсем. Промо-компания «Странных дел» в западном Хунане строилась на обещании авторов погрузиться в историю и мифологию караванщиков-трупов, даосов, которые доставляют тела людей, умерших на чужбине, в родные края. Это действительно любопытно и достаточно свежо. И не исключено, что именно здесь и кроется главный секрет интереса к фильму. Но на деле это не более чем рекламный трюк для привлечения внимания. Хотя «Странные дела» в западном Хунане действительно открываются сценой, в которой караванщик трупов, так сказать, при исполнении, встречает группу бандитов, сразу же после пролога о сопровождении мертвецов фильм полностью забывает и превращается в максимально традиционный детектив, в котором напарники поневоле расследуют серию ритуальных убийств. Надо отдать должное авторам, история у них выстроена вполне профессионально. Детективная интрига развивается по правилам жанра, а режиссер Джао Цун прекрасно владеет мастерством рассказа, так что периодически начинает казаться, что мы смотрим эту упрощенную китайскую версию семьи Дэвида Финчера. Два главных героя один за другим находят трупы, отмеченные ритуальными символами, и, преодолевая сопротивление полицейского начальства и суеверные страхи простых людей, упрямо, шаг за шагом подбираются к правде. И все это в действительно хорошо проработанном визуально, экзотичном мире китайской провинции первой половины 20 века. Последнее очень помогает фильму не надоесть и не утомить. Странные дела в западном Хунане даже сняты, в отличие от подавляющего большинства китайских онлайн-фильмов, не в широком аспекте 2.35 к 1, а в куда как менее распространенном 1.85, что делает картинку менее кинематографичной, но позволяет хоть так дистанцироваться от огромного количества фильмов этого жанра. Если весь этот пласт фольклорных детективов современного китайского онлайн-кино прошел мимо вас, начать знакомство с этим жанром именно со странных дел в западном Хунане будет очень неплохим решением. Если убрать из его уравнения вторичность, останется масса плюсов.